всем 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 привет ребят сегодня мы с вами в данном ролике рассмотрим наших новых героев которые наконец-то у нас появились единственное что появились они уже почти неделю назад вот но я все ждал что их немного откалибруют так сказать потому что еще не было даже у них скажем так их картинах да то есть вот такого плана вот сегодня мы о них поговорим на рассмотрим их вот но опять же мое первое мнение впечатление конечно же может быть не совсем более корректно но случае посмотрим вот я надеюсь конечно что их уже поправили и сделали финальным вариантом вот потому что когда день когда они только появились на то есть как бы я скидывал инфу в телеграм-канал и тот же сияние звезды она была фиолетом героем насколько я помню вот здесь я уже дорисовали x сделали оранжевым вот не знаю конечно как это все у нас будет отражаться но скорее всего возможно ее добавить в какой-то найм вот раз она x но это как бы первый x герой который отвечает за развитие то есть герой развития у нас да у нас были оранжевые но они в основном скажем так стандартные да то есть там несколько не иксы таких еще не было вот но здесь решили добавить именно привязку у героя x вот поэтому давайте сейчас их и рассмотрим на самом деле потихоньку я там уже сияние звезды смотрел но сейчас посмотрю потому что статы могли поменяться после их первого просмотра да то есть когда они появились если вы их там сразу смотрели вот разработчики думаю еще могли немножко доделывать поэтому сияние звезды что у нас делает и отвечает ну как вы понимаете да то есть это связано с лабораторией hopness то есть так точно такая же девочка которая у нас здесь нарисована на то есть вот она решили добавить ее сюда на самом деле я думаю это будет однозначно полезный герой единственный конечно вопрос почему у нее как у золотого героя только четыре навыка да то есть как бы видите здесь никакой функционал еще не в игре то есть я скорее всего подразумеваю что возможно ее функционал еще будут как-то расширять вот сейчас только четыре навыка но давайте посмотрим что это за навыки максимальный эффект после использования можно получить 30 полимерных кристаллов синтез кристаллов то есть получается что мы сможем наверное я получать за счет нее 30 кристаллов ну надеюсь хотя бы каждый день вот ну то есть какой-никакой бонус будет выпадать довольно приятно идем дальше максимальный эффект в предпочтениях способности вероятность появления редкой способности плюс 50 процентов вот что это у нас значит давайте глянем что у нас по разблокировке кстати сразу вот мы видим да нам нужно будет дубль девочки сразу же на второй навык два оранжевых ну первое так понимаю будет открыт у нас сразу да ну да вот что это означает у нас при реконструкции когда мы заходим в реконструкцию любого героя да у нас есть такая кнопочка предпочтения и выводили уже немного позже то здесь можно выбирать именно навыки которые вы бы хотели чтобы вам для героя когда вы их прокручиваете да так сказать выпали естественно эти навыки здесь появляются только за счет тех навыков которые у вас упали насколько я понимаю ну то здесь нельзя выбрать какой-нибудь оранжевый навык который у вас еще никогда не было и поставить чтобы он вам был в предпочтениях не здесь предпочтения будут только те навыки которые вам уже выпадали поэтому если вы хотите здесь понаставить оранжевых то сначала их нужно просто попытаться поймать на ну то есть это все навыки из продвинутого режима то есть именно навыки так сказать да то есть вот сейчас вот здесь вот только тактическая конверсия все остальное по сути бонусы вот поэтому плюс 50 процентов ну как бы неплохо поэтому конечно посмотрим как это все будет для начала конечно нужно этих навыков по на открывать вот на все их там очень много так следующий навык максимальный эффект при выполнении расширенной реконструкции частиц потребления энергии распада минус 10 ну как вам сказать конечно лучше чем ничего опять же надо дубль еще один тратить что здесь у нас подразумевается я думаю тех кто уже сталкивается много раз лаборатории не понимают что у нас есть опять же для продвинутого навыка энергия распада нужно 100 энергии чтобы сделать одну крутку ну и соответственно еще и кристаллы то есть навык нам будет экономить 10 при максимальной прокачке 10 штук то есть у нас здесь по идее будет 90 вот ну как бы получается 10 круток делаешь на 11 бесплатно типа такого ну мелочь но все равно приятно но конечно не сам первого который нужно открывать хотя конечно если вы там собираетесь себе вот эти золотые навыки покрутить и вы там собирали на распада там знаю тысяч пять шесть в принципе да он будет уместно потому что за счет такого количества и на каждой крутке экономить 10 это довольно таки неплохо ну и последний навык потребляем медаль героя этого героя для получения энергии распада вы получить дополнительные 2000 энергии распада а вот это вот уже бомба 2000 до надеюсь это конечно останется но это круто вот это нужно открывать сразу же это однозначно почему потому что сейчас когда мы раскладываем любого героя для того чтобы получить энергию распада на вот здесь можно выбирать героя и он нам дает всего лишь 100 одна крутка о чем это надо я не знаю но 10 медали конечно жахнуть и у вас только 1000 будет 1000 это 10 раз покрутить и я даже не думаю что за 10 раз за 10 круток выпадет хоть золотой навык ну если повезет конечно поэтому если она будет давать этот герой плюс 2000 за счет вот такого да то есть я получу не 100 а 200 тогда конечно да убил пару медалей у тебя 5000 можно крутить золотые навыки вот то что по сути облегчит всем игрокам вот использовать лаборатории ловить оттуда навыки но не забываем о том что теперь эта возможность как только она появится она будет являться у многих соответственно будьте готовы к тому что у многих начнут появляться прекрасные герои с прекрасными золотыми навыками которых будет очень-очень сложно пробивать вот но пока еще не видел я где это она где она есть у нас честно говоря их чтобы тут с этими навыками возможно что добавить вот давайте не знаю может быть посмотрим ее в наградах если нам это даст так здесь у нас троечка нам у нее нет . нет новые ставить они будут в первом нами новый герой дайвер на строчке надо не дойдем вот на эту девочку не вижу поэтому надо будет понять как ее можно будет выхватить потому что очень и очень хотелось вот ну давайте идем дальше я уже предварительно просматривал настройщика и дайвера вот настройщик мне показался давайте с него начнем это у нас мальчик супер колонка или непонятно что у него там за ромофоны какие-то вот поддержка транспорт честно говоря он не показался сплошным валькирии помада у нас дана у нас такая есть девочка валькирия для стрелков давайте все верно вот он мне показался один в один с ними практически давайте посмотрим что поменялось и так максимальный эффект в течение первых трех раундов весь наш отряд имеет 50 процентов атаки 100 процентов шанс получить иммунитет к эффектам контроля ну то чем я говорил как и у валькирии у него почти все навыки будут работать только первых три хода что у нас здесь наш отряд имеет 50 процентов атаки довольно таки существенно очень существенно особенно если там будут еще всякие навыки с лабораторией то есть тут него атака будет зашкаливать и сто процентов шанс получить иммунитет кафедкам к эффектам контроля ну то есть понятно никто его не сможет заблокировать в основном здесь у нас атака и атака то есть давите два они что мы здесь атака 40 атака 50 защита 50 ну то есть более такую что у нас здесь течение первых трех раундов опять же до первых трех равных существует сто процентов шанс того ну как может существовать сто процентов шанс того либо есть либо его нет и плюс то процент ну ладно придерживаясь к вам сто процентов шанса того что весь наш отряд будет атаковать плюс один раз а 50 процентов любого полученного урона будет отложено до четвертого раунда что здесь подразумевает да у нас как я это понимаю ваш отряд будет атаковать дважды вот единственно я не могу понять так вот каким образом навыками либо обычно я такой но в любом случае плюс один раз в течение первый трех раундов а 50 процентов любого полученного урона будет отложена до четвертого рамда ну то есть все что он будет получать за эти три рамда он будет получать на 50 процентов меньше и только в четвертом раунде он получит эти суммарно дал полученную урон за три раунда он получит половинку уже в четвертом раунде опять же все близко к валькирии и сейчас это приведу все к чему что у нас пробуждение есть интересного атака защита урон плюс 15 есть но эффект навыка не последний навык все отряды противника получают на 10 процентов больше а самый низкий по численности отряд противника оценивается один раз заход дополнительно получает плюс 20 процентов урона хороший навык на самом деле очень хороший потому что дополнительно на 10 процентов больше урона это хорошо тем более здесь и так понимаю все отряды то есть нужно только лишь понять от него на 10 процентов больше или от всех героев которые вместе с ним тут немножко непонятно если от него то конечно так себе если от всех то там есть я думаю вас будут вместе с ним герои покруче которые будут наносить побольше урона и самым низким по численности отряда противника то есть каждый ход он будет смотреть кто из них больше всего подбитый дополнительно получаем на 20 процентов больше урона ну то есть шикарно выносится а теперь к чему это все виду почему валькирии так далее ну потому что валькирии все в принципе похоже они все навыки работы первые три хода и как вы все прекрасно понимаете я думаю что это будет прекрасный герой для гринта плиток так сказать да для того чтобы брать плитки с большим разрывом по иммунитету так когда у вас не хватает иммунитета вы пытаетесь взять плитки более высокого уровня вот этот герой будет прекрасно подходить я думаю войдет в топ наших героев которые для плиток да то есть валькирия свен иванов пантера настя вот он туда войдет однозначно тем более как бы тоже для машинок поэтому можно будет пытаться плитку задраконить по-быстрому вот но как боевой герой конечно не могу его рассматривать потому что для этого но все-таки все его навыки по три раунда они довольно таки мало то есть всего раундов 8 вы будете бить только первые три за первые три я сомневаюсь что но если это будет боевой бтр против боевого то что вы много нанесете даже если у вас будут какие-то другие с ним герои интересны вот ну как бы валькирия тоже используется в связках некоторых надо для стрелков либо для миксованных связок поэтому тоже примерно на этом же уровне я думаю попадет в определенной связке более у него есть прекрасные навыки на увеличение урона вот соответственно здесь они работают где-то по монитором туда и тот единственный навык который работает всю битву поэтому в принципе вот за счет него он конечно будет получше выезжать и соответственно он сможет давать такие неприятные вещи все-таки повышенный урон то есть если еще взять хороших героев которые этот урон наносят сами понимаете плюс опять же лаборатория навыки так далее но не суть довольно таки неплохой герой тем более для машинки поэтому он проще насчет применения то мы сами понимаете да то есть тут нужно будет смотреть однозначно он один не будет считаться каким-то супер топовым героем который будет вывозить ваши битвы нет он именно саппорт который должен быть именно с кем-то с кем-то именно с теми кто наносит высокий урон лошадь койны джунлей там не знаю там иванов звон который наносит именно большой урон то есть он им конечно будет помогать переходим к следующему герою у нас это девочка девочка дайвер вот с таким вот прикольным кальмариком вот не знаю чем там забыл но прикольно вот что у нас здесь поддержка стрелок девочку перед ними тоже смотрел вам не показалось довольно таки интересный давайте посмотрим что у нее у нас здесь насколько я понимаю появляется новый навык новая возможность это подтопление да то есть у нас уже был поджог у нас уже был яд смотрю травим ядом носить герой да у нас тело которые поджигают теперь у нас будут герои который еще подтапливают вот ну поехали с вероятностью сто процентов отлично то есть все гарантировано наносит 200 процентов урона двум случайным отрядом противника и заставляет их утонуть на два хода утопление 105 процентов урона заход до начала действия накладывается до трех до третьего уровня что здесь ну сто процентов то есть она по-любому каждый раунд будет бить на 200 процентом двум случайным отрядом 200 процентов это конечно немного но все равно неприятно более каждый раунд как обычно так но при этом повышенная случайно 3 добре и заставляет их утонуть на 2 хода то есть она ударила они утонули на 2 хода утопление 105 процентов урона заход до начала действия то есть она наносит 200 двоим и потом еще каждый из них получается получит 105 процентов то есть она уже наносит 400 накладывается до 3 уровня уровня я так понимаю здесь имеется ввиду что урон складывается разница и слово накладывается значит наверное утопление будет складываться то есть она утопила на первом ходу они получают поступать она на следующем ходу опять их топит они уже получают по 210 а это у нас длится два хода следующем ходу она их топит они все равно будут получать по 210 ну то есть потому что всего два хода действия вот получается она стабильно каждый ход будет наносить можно сказать по 400 процентов урона двум случайным отрядом врага противника это довольно таки неплохо тем более что это гарантированно с вероятностью сто процентов не знаю как может быть 110 вероятность хорошо это прекрасный навык тем более он даже второй как бы но стабильно урона вливает уже хотя как бы герой поддержки здесь у нас что защита атака и атака ну то есть с бонусами с 2 в двумя пассивками на атаку она уже приятно смотрится идем дальше когда все наши команды наносят урон есть вероятность 50 процентов что два случайных вражеских команд 2 случайные вражеские команды будут утоплены на два раунда урон 105 процентов урон наносим и утонувшим отрядом противника минус 30 процентов вот это вообще интересно когда наши члены команды а когда все наши команды наносит урон остальные герои в которой вас находится в батаре есть вероятность 50 процентов то есть да нет 8 раундов ну как минимум по любому у кого-то каждый раунд это может срабатывать тем более еще два героя да кроме нее два случайных вражеских команды будут утоплены на два раунда то есть этим навыкам она дает возможность соседним ее героям с вероятностью 50 процентов утапливать соперников тоже на два раунда тоже 105 процентов здесь я так понимаю он не будет 100 процентов не будет 105 плюс 105 просто будет 105 но по сути они могут если этот навык повезет и будет срабатывать не каждый раунд хотя бы у одного героя то есть они будут у вас всегда утоплены но здесь еще урон наносим и утонувшим отрядом противника минус 30 процентов то есть она понизит атаку сразу двум случайно вражеским отряд на 30 процентов да то есть по сути уберет одну пассивку это довольно таки существенно и по сути даже как-то даже немножко странновато опасно что так 50 процентов сто процентов ну ладно пробуждение утреть героем атака защита стрелков плюс 15 урон стрелков тоже плюс 15 неплохо эффект навыка суперлидерство окей последний навык водяной щит максимальный эффект на весь наш отряд наложено ограничение минус 15 процентов и всякий раз когда численность отряда падает ниже семидесяти процентов восемьдесят процентов нанесенного урона используется для восстановления его собственной численности отряда отключается если значение войска выше семидесяти процентов когда численность отряда падает ниже семидесяти в первый раз сопротивляется урону один раз тип из сопротивляемого урона не включают контратаку горение отравление кровотечение утопление нихрена не понятно давайте разбираться на весь наш отряд наложено ограничение 15 процентов непонятно ну ладно всякий раз когда численность отряда падает ниже процентов ниже семидесяти процентов то есть когда у нашего отряда то есть у нее осталось семьдесят процентов стрелков восемьдесят процентов нанесенного урона используется для восстановления его собственной численности отряда то есть когда у нее численность отряда упала до семидесяти процентов урон который она дает на восемьдесят процентов от этого урона она будет себя хилить окей Сама себя лечит хорошо Отключается, если значение войска выше 70% То есть на одном ходу она себе возможно вылечила На следующем ходу она понимает, что у нее больше 70% Значит она себя не лечит Хорошо И это понятно Когда численность отряда падает ниже 70% в первый раз Сопротивляется урону один раз Типы сопротивляемого урона не включает контратаку, горение, отравление, кровотечение, утопление Но здесь, как я понимаю То есть когда в первый раз, ну вот допустим, отряд соперника Первый БТР ударил У нее осталось там 70%, там может 65 Бьет второй И у нее, по идее, когда это происходит в первый раз Должен включиться сопротивление То есть она один раз, по идее, должна не принять урон Я это так понимаю Надо будет в отчетах с ней посмотреть, как она себя ведет То есть по идее, это должно сработать именно так То есть пока она себе первый раз не отхилила Она себя, то есть, ну, должна защитить в какой-то степени Ну, потом, естественно, ход идет до нее Она поймет, что у нее меньше 70%, включится лечение Она начнет себя отхиливать Ну, по сути, неплохо Тип сопротивляемого урона Не включает контратаку, горение Отравление, кровотечение, утопление То есть, если она отравлена, либо горит, либо она в кого-то атакует И ей прилетает контратака Это все ей все равно придет, как я понимаю Несмотря на то, что у нее может там стоять вот этот блок один раз сработает То есть контратака ей все равно прилетит, если она ударит Если она горит, она все равно получит урон Если она подтоплена, тоже получит урон Если она отравлена, она все равно тоже получит урон от отравления Даже несмотря на то, что этот навык работает то есть ну по сути но неплохо конечно потому что есть такой на свободу хил по-своему конечно не могу сказать что прям крутой но все равно а чё нет увлечиться педре лечить 80 процент конечно нанесенного урона это немного поэтому сильно на себя не вылечит это понятно ну вот но есть ну конечно другие навыки у нее более интересные поэтому здесь как бы не определяющий восьмой навык в этом я думаю здесь однозначно и нужно будет открывать пробуждение в первую очередь уже здесь есть урон ну а здесь как бы ну хил окей вы можете поставить таким герам который всех всех лечит как бы я там от этого все равно сильно толку много не будет поэтому ее можно брать и в принципе я думаю потихоньку с ней пробовать бегать открывая только первые шесть навыков вот довольно интересно интересно я думаю на неплохо займет свое место среди стрелков вот все таки стабильный урон как бы но она все равно вливает немного но она вливает то есть я думаю при компоновке более интересным героями может даже со стрелками исключительно вот либо в каком-нибудь миксе она зайдет очень и очень неплохо вот на этом у меня все ребята увидимся в новых видосах вот всем счастливо пока пока до встречи